Страсти вокруг сериала слова пацана кипят и бушуют, сериал рвет все топы, вокруг только и слышно, что разговоры о главных героях, ну и мы решили поддаться общему ажиотажу и рассказать в нашем выпуске о самых интересных фактах создания сериала и его актерах. С вами Вреках, погнали! Первый сериал основан на реальных событиях. Период, который показан в сериале, называют Казанским синдромом. В 70-е и 80-е годы в Казани и ряде городов Татарской АССР образовались банды, состоящие в основном из малолетних и несовершеннолетних лиц. Банды сформировались почти во всех районах Казани. Школьники, которые становились свидетелями столкновения этих группировок, загорались желанием им подражать, чтобы укрепить свое влияние среди сверстников и воспринимали стычки как нечто обыденное. Одной из предпосылок возникновения казанского феномена считается деятельность банды Тяп-Ляп. Банда Тяп-Ляп – реально существовавшая организованная преступная группировка в городе Казань. Группировка получила свое название по названию «Микрорайон», где проживала большая часть ее членов района завода «Теплоконтроль». В 1980 году были арестованы практически все участвовавшие в погромах бандиты, а 14 апреля 1980 года суд приговорил основателей ОПГ Завдата Хантимирова, Тезиддинова, Масленцева и Каюмова к смертной казни через расстрел. Позднее Верховный суд заменил смертный приговор Масленцеву и Каюмову на 15 лет лишения свободы, а Хантимирову и Тезиддинова оставили его без изменения. Один из бывших хулиганов татарской группировки Низы, Роберт Гараев, в итоге написал книгу о тех страшных событиях. Книга называется «Слово пацана. Криминальный Татарстан 70-2010». Сериал снят по мотивам этого произведения. Второе. Власти Татарстана не разрешили снимать сериал на их территории. Первоначально у создателей сериала был план провести съемки в Казани, где уже состоялись пробы с участием нескольких тысяч молодых казанцев. Но местные общественники воспротивились этому, они выдвигали претензии к продюсерам, которые, по их словам, романтизировали образ бандитов, что могло негативно повлиять на нынешнюю молодежь. Следующий факт. Для роли Вовы Адидаса сначала пригласили Сергея Романовича. Сергей Романович – это российский актер театра и кино, больше известный по ролям в сериалах «Чернобыль. Зона отчуждения», «Ольга» и фильмах «Коробка» и «Ласковый май». О том, что его звали на пробы, актер рассказал в своей социальной сети. Пятый факт. Исполнитель главной роли Андрея Леон Кимстач является пасынком Антона Богданова из «Реальных пацанов». Леона Кимстача, исполнителя главной роли, продюсеры нашли за месяц до начала съемок. Публика скептически отнеслась к такому выбору, так как отчим парня знаменитый актер Антон Богданов из «Реальные пацаны», дебютировавший в качестве режиссера и снявший пасынка в первом фильме, мог поучаствовать в его кинематографической судьбе. Но после просмотра первых серий слово «Пацана» стало ясно, что продюсеры попали в «Яблочко», сделал ставку на Кимстача для основной роли. Шестой факт. Слово «Пацана» вошло в топ-5 сериалов. Российская криминальная драма «Слово «Пацана» – кровь на асфальте» вошла в топ-5 сериалов на стриминговой платформе «Кинопоиск». Она обогнала «Сопрано», «Офис» и «Друзей». По популярности сериала 90-х в России опережают лишь во все тяжкие «17 мгновений весны» и «Игра престолов». Седьмой факт. Саундтрек «Пыяла». Песня группы «Аигел» «Пыяла» занимает в данный момент первую строчку в списке самых прослушиваемых треков в Apple Music и вторую в мировом чарте Spotify, а также вышла на первое место в мировом чарте «Шазам». Восьмой факт. Исполнительница роли Айгуль – 14-летняя Анна Персильд, дочь известной актрисы Юлии Персильд. Родители девочки сначала были против того, чтобы Анна играла эту роль, так как ее героине нужно было пережить много трагических событий, но в итоге дали добро на съемки. Девятый факт. Сейчас в сети говорят о том, что продюсеры в срочном порядке переснимают финал сериала. С чем связано такое решение, неизвестно, но ходят разные версии. Кто-то считает, что у создателей картины просто поменялся замысел финала, а кто-то уверен, что всему виной шум, поднявшийся вокруг проекта и преступности, которые в нем якобы романтизируются. Хотя сами создатели картины опровергают новости о том, что переснимают финал, они говорят, что лишь деснимают натуру и отдельные фрагменты проекта. Также мы нашли интервью с разборок сериала одного из участников подобных местных ОПГ, и вот что он говорит. Считаю, что сериал практически соответствует эпохе 80-х, которая в нем отражена. Сам он вступил в ряды группировки из ново-татарской слободы Казани еще в 15-летнем возрасте. Постепенно тогда перешел из разряда молодых в старшие, а потом уже и в старики. При Дмитрии на улицах стали звучат такие слова, как чушпан, скорлупа и супера. Их, к слову, активно используют в сериале слово пацана. Сам Дмитрий при просмотре первого эпизода сразу же нашел несоответствие действительности. Речь о сюжетной линии, когда у примерного ученика Андрея начинают вымогать деньги, и он подтягивается к группировке, чтобы решить свои проблемы. У нас был свой круг дворовых пацанов, а всякого рода такие вот тихони жили своей жизнью, и мы их особо не подтягивали к себе. Предлагали, конечно, прийти на сборы, но те отказывались. Потом мы стали их щемить и даже отбирали одежду, вспоминает мужчина. Что же касается уголовников, то, по словам нашего собеседника, на улицах Казани их не особо чтили, но, тем не менее, в меру поддерживали и прислушивались к ним, а если они натворят что-то совсем непотребное, то их наказывали. При этом расправу над ними устраивали те же пацаны с улицы. Это была жестокая борьба за лидерство в криминальном мире. Некоторые готовы были шагать через трупы, отказавшись от всего человеческого внутри себя. В сериале часто демонстрируют сцены табакокурения, реже употребления алкоголя. Причем старшие делают это перед молодыми, запрещая им повторять за ними, а если те попадутся, то не избежать избиения. Сами мы не пили и не курили, но и молодежь строго за это не наказывали, чтобы так, как на других улицах в 90-е жестоко забивать, такого у нас не было, прокомментировал Дмитрий. Как вам сериал? Уже смотрели? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok